Торговый дом Микробит представляет программу. В апреле 1971 года фирма IBM представила первую модель компьютера для массового пользователя. Это было начало. Здравствуйте. Рад приветствовать всех истинных пользователей, которые, несмотря на середину лета, смогли найти силы включить СТС шестой канал и посмотреть нашу программу. Честное слово, вы не пожалеете. К сожалению, Татьяна Осекина по-прежнему в отпуске, но ее функции по-прежнему исполняет Дмитрий Довженко. Так что, новости. Здравствуйте. Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей компьютерного бизнеса. Национальный институт стандартов и технологий Министерства торговли США дал оценку убытков, которые американская экономика терпит из-за ошибок в программном обеспечении. Ежегодный ущерб составляет 59,5 миллиардов долларов, причем примерно половина этих убытков возникает по вине пользователей, а другая половина по вине разработчиков. Директор института Арден Деменд отметил, что более тщательное тестирование программного обеспечения и выявление ошибок на ранних стадиях разработки позволило бы уменьшить величину убытков примерно на 22,2 миллиарда долларов. Корпорация Intel провела в Санкт-Петербурге в Ганда-отеле Европа встречи с журналистами специализированных и деловых изданий. Представители Intel рассказали журналистам о текущей деятельности и ближайших планах корпорации в северо-западном регионе. В тот момент, когда общие продажи компьютеров во всем мире уменьшаются, особенно в развитых странах, два сегмента развития индустрии по-прежнему испытывают бурный рост. То есть первый сегмент — это серверные платформы, и второй сегмент — это рынок мобильных платформ. Что самое интересное, увеличивается сегмент людей, которые покупают ноутбуки, мобильные платформы для использования дома. И в качестве результатов, скажем так, Россия в первом квартале заняла первое место в регионе Европы, Центральной Азии и Африки по продажам мобильных процессоров через канал дистрибуции. Такие новости предоставила нам сегодня компания «Микробит». В последнее время основной темой приходящих писем стали жесткие диски. А конкретнее — выбор жесткого диска. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим консультантом, специалистом компании «Свега Плюс» Николаем Зазерским. Привет, Николай. Привет, Володя. На какие параметры жестких дисков необходимо обращать внимание? Первое, на что надо обратить внимание, — это скорость вращения диска. Чем она выше, тем больше скорость считывания информации из диска. Современным на сегодняшний день значением является 7200 оборотов в минуту. Хотя для интернет-компьютера или простой офисной станции вполне хватит и скорости 5400 оборотов в минуту. Практика показывает, что такие диски меньше греются и, как правило, реже выходят из строя. Поэтому в ряде случаев 5400 оборотов в минуту — это не так уж и плохо. Хотя, конечно, для работы с видео это не подходит. А какая скорость оптимальна для работы с видео? Если речь идет о любительских видеостудиях, то оптимальным выбором остаются диски со скоростью вращения 7200 оборотов в минуту и кэшем 2 мегабайта. Для повышения скорости их работы очень часто используют так называемые IDE-рейт-контроллеры. Эти устройства зачастую интегрируют в материнские платы. Например, модель Abit KT7-A-Rate содержит такой контроллер. Не вдаваясь в тонкости этой достаточно сложной технологии, могу сказать, что рейт-решения позволяют кардинальным образом решить вопросы, связанные со скоростью обработки информации и надежностью их хранения. А какие решения используют профессионалы, работающие с видео? Профессиональные компьютеры, как правило, тоже оснащаются рейт-контроллерами. Только на этот раз используются не IDE-диски и контроллеры, а SCADI. Такие устройства, конечно, дороже, но они обладают заметно лучшими эксплуатационными параметрами. Например, для SCADI-дисков считается нормальная скорость вращения не 7200, а 10 000 оборотов в минуту. Кэш не 2 мегабайта, а 4 или 8. Кстати, уже появились диски со скоростью вращения 15 000 оборотов в минуту. Они значительно дороже IDE-дисков, но профессионалов это не смущает. Они готовы платить за подавляющее превосходство в скорости. Со скоростями разобрались. А какова емкость доступных на сегодняшний день жестких дисков? Диски объемом 10 ГБ перестали выпускаться. Минимальным, а соответственно рекомендованным для простого офисного компьютера, является диск объемом 20 ГБ. Наиболее популярными и сбалансированными по цене сегодня являются диски объемом 40-60 ГБ. Такие диски чаще всего устанавливаются в современные мультимедиа компьютеры. Многим такие объемы кажутся избыточными. Но Валузя, поверь, пройдет всего 1-2 года, и этот кажущийся запас исчезнет. Вспомнив, всего 3 года назад, винчестер объемом 3 ГБ оказался большим. А для любителей покупать технику с большим запасом, могу порекомендовать диск фирмы Макстер, емкостью 160 ГБ. Недавно поступивший в нашу тестовую лабораторию. Очевидно, что это не предел. Ну что же, огромное спасибо, Николай. Пока. Пока, Валуз. Напоминаю, что нам, как всегда, помогал специалист компании СВЕГА Плюс Николай Зоозерский. Присылайте свои новые вопросы на наш электронный адрес, он на экране. А мы переходим к новостям телекоммуникаций. Следующие новости любезно предоставлены компанией Мегафон. Компания Nokia представила в Москве новую модель Nokia 6610. Аппарат сочетает удобный дизайн и функциональную насыщенность. Цветной дисплей, поддержку Java для работы с загружаемыми приложениями, возможность приема передачи мультимедийных сообщений MMS. Телефон работает в сетях GSM GPRS 900, 1800, 1900. Поставки Nokia 6610 ожидаются в третьем квартале 2002 года. Мегафон и департамент мобильной сети связи и передачи информации компании Siemens в рамках технического семинара Российской ассоциации 3G успешно провели очередные испытания фрагмента тестовой сети стандарта UMTS в Санкт-Петербурге. В рамках тестовых испытаний были осуществлены голосовые вызовы, передача данных, продемонстрирована работа и возможности услуг мобильной связи третьего поколения. Это были новости телекоммуникации. В нашей программе мы не раз поднимали вопрос о том, насколько может быть полезна в той или иной степени компьютерная литература. Тем более, что за последние годы появилось много альтернативных источников получения информации. Интернет, видеокассеты с курсом молодого бойца, то бишь юзера, телерадиопрограммы. Да что далеко ходить? Вы что сейчас смотрите? Вот именно. Так что отсюда вопрос. На ваш взгляд, откуда полезнее черпать информацию? Из телерадиопрограмм, из литературы или из интернета? Из интернета, конечно. Ну, потому что, ну, книги пока напишут уже, информация-то устареет, а в интернете там все новое сразу же появляется. Конечно, с интернета, потому что обширный круг. Отовсюду, наверное. Книг тоже, конечно, но из интернета удобней. Наиболее практичный, мне кажется, интернет. Главное правильно поставить вопрос. Наверное, из всего образованных пределов, в том числе интернет. Я использую интернет. Скорее всего, из телерадиопередач. Лично я все узнаю из ящика. Ну, из телевизионного, я имею в виду. Ну, сами посудите. Чтобы узнать, где что и почем, надо обзвонить десяток магазинов. Перерыть кучу журналов. Правда, можно воспользоваться журналом компьютер-бизнес-маркет. А еще проще включить телевизор и посмотреть программу Мир Компьютера, где экономический обзор питерского компьютерного рынка как раз будет посвящен жестким дискам. Смотрите. Сегодня мы расскажем вам о ценах на наиболее популярные в нашем городе жесткие диски. Устройства объемом 10, 20 и 40 гигабайт. Скорее всего, сегодня мы в последний раз упоминаем о ценах на жесткие диски объемом 10 гигабайт. Такой объем не устраивает уже практически никого. А цены производителей и продавцы больше снижать не в состоянии. В итоге количество предложений винчестеров объемом 10 гигабайт стремительно падает, тогда как цена практически не меняется. Минимальные цены на эти устройства по-прежнему колеблются в диапазоне от 61 до 63 долларов. Как всегда, левый столбец показывает цены месячной давности для каждой марки. Как видите, минимальные цены на устройства Mextra и Western Digital за месяц упали на 2 доллара, а на Seagate выросли на 1 доллар. Второе место по количеству предложений уже почти полгода занимает винчестеры объемом 20 гигабайт. Приобрести это устройство можно чуть дороже, чем за 60 долларов, хотя более серьезные модели, конечно же, стоят дороже от 100 долларов. Как видите, разница с винчестерами вдвое меньшего объема минимальная. За последние 4 недели жесткие диски объемом 20 гигабайт в основном падали в цене. Те, кто приобрел такое устройство месяц назад, скорее всего, потеряли от 1 до 5 долларов. И только минимальная цена на жесткие диски 20 гигабайт марки IBM не изменилась. Она по-прежнему составляет 62 доллара. Завершает сегодняшний обзор информация о ценах на лидеров по количеству предложений. Винчестеры объемом 40 гигабайт. Для того, чтобы приобрести такой жесткий диск, надо приготовить не менее 69-70 долларов. Все без исключения диски этого объема за последние месяцы упали в цене на 4-9 долларов. На первый взгляд, разница не века, но тенденция не может не радовать. Надеемся, что наш экономический обзор поможет вам сделать правильный выбор. А сейчас на ваших глазах Дмитрий Довженко совершит трудовой подвиг, достойный самого Алексея Стаханова. Мало того, что Дмитрий взвалил на себя такую ношу нашей программы, как новости, так он при этом не отключил свой модем. Он по-прежнему в сети. Он следит за последними событиями. Он всегда на посту. Ну, чем, чем не машинист Кривонос, не ткачиха Виноградова, не кузнец Бусыгин, да это наш сегодняшний современный интернетчик Довженко и его рубрика «Интернет». Здравствуйте, и вновь несколько слов о тех новых утилитах, которые нынче можно скачать из глобальной сети интернета. Тестки и версия 2. Довольно удобная программа, которая позволяет привязывать огромное количество действий к комбинации клавиш. От запуска любимых программ и вставки текста в работающие приложения до управления громкостью. Проще говоря, вы назначаете определенную комбинацию горячих клавиш, выбираете действие, выбираете программу и нажимаете OK. Теперь при нажатии этих клавиш выбранное действие будет совершено. Стоит отметить, что комбинация клавиш может быть практически любой. Программа проста в использовании, имеет русский интерфейс, работает в фоновом режиме, занимает немного места в оперативной памяти. Размер дистрибутива 630 кБ. Далее, Master Converter, версия 2.6, позволяет преобразовывать одни единицы в другие. Интерфейс интуитивно понятный и вполне дружелюбный. Для того, чтобы конвертировать, например, футы в метры, нужно в левой панели выбрать фут, а в правой метр и нажать на кнопку. В базе данных Master Converter содержится более 700 единиц измерения, распределенных по 39 категориям. Длина, время, скорость, ускорение, масса, сила, энергия, температура и так далее. И если какой-то единицы нет в Master Converter, пользователь сможет сам ее добавить. Для этого достаточно указать название, меру и пару других параметров. Размер дистрибутива 1475 кБ. И последнее сегодня, Powers Counter, версия 3, Beta 2. Бесплатная программа, которая считывает время, проведенное за компьютером, а также количество перезагрузок. Помимо этого, в ней имеется ряд дополнительных функций. Например, встроенный скринсейвер, возможность контроля состояния системы, монитора, CD-привода и так далее. Программа располагается в системной панели. Оттуда же и управляется. Например, в меню Powers Counter можно запустить хранитель экрана, посмотреть статистику использования персонального компьютера, указать параметры работы. Размер дистрибутива 1042 кБ. Итак, это была вся или почти вся информация для пользователей глобальной сети интернет, а также просто персональных компьютеров. Я вернусь через неделю. До свидания. Ведущего рубрики «Мобильный мир» Андрея Соловьева. Если он и не сам Стаханов, то уж точно левша. Как он умудряется на этих своих маленьких штучках печатать, отправлять, входить в интернет? Загадка. Здравствуйте. Не перестаю удивляться человеческой фантазии. Кто бы мог подумать, что в одном компактном устройстве можно соединить функции цифрового диктофона, видеокамеры и фотоаппарат? Знакомьтесь, CMTouch Pocket Photo. Во-первых, это диктофон, позволяющий записывать до 4 часов речевой информации с неплохим качеством на встроенную флеш-память объемом 32 МБ. Существует также специальный слот расширения на смарт-медиа-картах, позволяющий увеличивать объем памяти до 4 раз. Во-вторых, это видеокамера, имеющая возможность записи до 5 минут видео с разрешением 320 на 240 точек и частотой 12 кадров в секунду. Конечно, это не фонтан, но, с другой стороны, для быстрой фиксации каких-либо событий или для записи бизнес-презентации этого вполне достаточно. И, наконец, в третьих, вполне приличная цифровая фотокамера ПЗС-матрицей 1,3 Мп, позволяющая делать до 250 снимков на встроенная память с разрешением 1280 на 1024 точки. А если добавить к этому и возможность демонстрации фото и видеокартинки на экране обычного телевизора с помощью идущего в комплекте видеокабеля, а также связь с компьютером через USB-интерфейс, причем видеофайлы записываются в формате АВИ и сразу готовы к просмотру, то становится понятно, что разработчики потрудились на славу. Питается это устройство от 4-х пальчиковых батареек, весит 98 грамм и комплектуется даже специальной сумкой для переноски. Любопытно, как быстро взрослеют аналогичные устройства. Еще год назад подобный комбайн имел статус игрушки. Сегодня это вполне функциональный и законченный прибор, который наверняка найдет своего покупателя. Что до меня, то я, безусловно, тоже ударник. Ну, сами посудите, за 4 последние года столько призов перетаскал, что ими можно было бы две кольцевые дороги выложить. Да. Вопрос предыдущего тура помните? Напоминаю. Какова максимальная пропускная способность шины USB 2.0? А правильный ответ звучит так. Максимальная пропускная способность USB 2.0 480 мегабит в секунду. Сегодня я вручаю призы нашему постоянному телезрителю, неоднократному победителю нашего конкурса, Юрию Альтману, преподавателю компьютера. Юрий, примите мои поздравления. А также от компании Топ-План, электронный автокаталог всех серийных автомобилей, ведущих мировых производителей. Прошу вас. А от компании Бука и от компьютерного клуба Башня лицензионные диски с игрой, герои, меча и магии 4. Прошу. Еще раз поздравляю. Спасибо. Друзья, компьютерные технологии созданы для всех людей. Давайте изучайте, пользуйтесь, смотрите эту чудную передачу, и иногда можете получать призы. В наши руки попал ролик новой игры Delta Force Black Hawk Down. Игра, как легко догадаться, сделана по одноименному фильму в отечественном прокате, получившему название «Десант Черного Ястреба». Как видите, разработчики перенесли в игру драматические события фильма один в один. Сделать это несложно, ведь более идеального материала для 3D-экшен, чем Черный Ястреб, просто не придумал. Весь фильм его герои заняты планомерной зачисткой столицы Сомали, Магадиши, от коварных боевиков. Неплохой графический движок делает это занятие не только увлекательно, но и зрелищно. Как будет выглядеть новая игра из бесконечной саги о приключениях Лары Крофт? Ответ на этот вопрос на ваших экранах. Знакомьтесь, Tomb Raider, The Angel of Darkness. Мистический сюжет, толпы врагов, реки крови, новый графический движок. Перед вами все компоненты, из которых слагается очередной хит. Правда, поклонники очаровательной Лары купят любую игру про приключения своей любимой героини, пусть даже на движке образца 96-го года. Это последний выпуск новостей на сегодня. В студии был Дмитрий Довженко. До свидания. Друзья мои, у меня радостное событие. Сегодня главный по играм не вышел на работу. Представляете? Заперся у себя на кухне, никого не пускает, к телефону не подходит. Короче, прямое включение со строевской кухни. Смотрим. 5, 4, 3, 2, 1, time to start. Ну и где же они обитают? Земля, пропитанная ядовитыми испарениями. Да нет, не парни, здесь колбасой вроде. А, ну да, это я, когда, ну не важно. вот это кофе, парни. Кофе, ага, кофе. Ну, ну так и чего, ну так что, ядовитыми, это все, извините, что-то они там напутали. Ну что, да, они тут, конечно, напутали. Они, ну, я ничего, сейчас, сейчас. Слушай, ты, гоблин, какая земля, какие испарения? Я только что, карту нюхал. Абсолютно естественный запах. Да. Что значит, раздул глаза? Ну да, раздул, да. А, вот здесь по центру что-нибудь? О, это же почти одна шестая часть карты. И они здесь живут? Этой зимой судьба мира будет в своих руках. Говорилось в невероятно красивом рекламном ролике Warcraft 3. Правда, прошло почти полтора года, прежде чем, скажем сразу, это шедевр. Сюжет третьего Warcraft проработан настолько, что, надумая кто снимать по игре фильм, с превосходным сценарием не будет никаких проблем. Сценаристу останется только выбрать наиболее захватывающийся из нескольких сюжетных линий. Люди и эльфы, орки и гоблины и прочие сказочные народности заняты не столько взаимоистреблением, сколько борьбой с нежитью, которой руководят коварные демоны из так называемого Пылающего Легиона. Вот, значит, вот этот вот, он мечтает объединить кланы. А кланы эти, надо сказать, ночью по горам с оружием шастают и гадят. Кто на дозоры нападут, кто эльфы украдут, а потом выкуп просят. А чуть что, сразу к гоблинам бегут, мол, нарушают их права, а свобода, демократические, требуют войска вывести. О! О! Этот вот на трон рвется. Тут у меня таких около десятка. Раз в четыре года из пещер вылезают, прихорашиваются и давай орать. Че они хотят сделать? Когда на трон попадут? А! Пусть орут. Не страшно. Пока. На ваш выбор предлагается четыре враждующих стороны. Люди и орки, враждующие два предыдущих Варкрафта, нежить и темные эльфы. Правда, в режиме долговременной кампании вы не можете выбирать враждующую сторону. По мере развития сюжета вам придется поиграть за все разные. Игра за людей или за орков вызывает легкую ностальгию. Значительная часть воинов и построек взята из предыдущих частей. А вот игровой процесс при игре за нежить и эльфов похож на некоторые моменты StarCraft. Ходячие мертвецы могут строить что-либо лишь на земле пропитанной ядовитыми испарениями. А у эльфов постройки могут ходить и даже обороняться. Это ж надо, а? Одна шестая часть отдана ходячим мертвецам. Зачем им столько? Они же все равно умерли. А теперь ходят, бродят, как призраки по игрой. Строят здания для светлого будущего. я, кстати, тоже один раз пытался помочь постройке. Ага. А но не выдержал базис. Вот стройка слишком большая. Ну ничего, народ, конечно, по кусочкам ш-ш-ш-ш. И строят теперь подденье. Маленькое свое. Варкрафт-данец. Если вы помните, в Варкрафт 2 наиболее выигрышной стратегией было производить огромное количество пушечного мяса и двигать его на вражеские базы. В третьей части реализовать такой тактический ход будет почти невозможно. Не позволит местная экономика. К тому же среди ваших воинов есть и герои, обладающие уникальными возможностями. Более того, герои могут накапливать опыт и улучшать свои боевые характеристики. Системные требования. Pentium 3500 256 мегабайт памяти 3D-ускоритель. Мой диагноз маниакально-депрессивный психоз, отягощенный параноидальным бредом. Законоверный итог. Играете в компьютерные игры и вас ждет подобная участь. А чтобы этого не случилось, лучше участвуйте в нашем конкурсе. Кстати, записывайте вопрос. Какой основной недостаток Рейт-1? Ответы, как всегда, приносите сюда на Измайловский 2 в микробит или присылайте на наш электронный адрес. Он на экране, телефоны там же. Анонс говорят в день. Продолжение следует... Продолжение следует...